Всем привет! Отличная возможность объяснить свои отношения к китайским рожкам. Кстати, у вас наверняка есть какие-то друзья у кого-то в кофезавре? Скиньте, пожалуйста, Илье Тузову данный видос. Абсолютная проблема со всеми китайскими тачками это их металл. Вот эта штука стоит 75 с чем-то тысяч. Здесь двубойлерная тачка, полноценные два бойлера. И смотрите в каком состоянии приехал корпус. При том, что, попрошу заметить, он как бы утоплен на такой вот поролон защитный. Вроде как должен был быть низ. И тем не менее, до наших широк, до наших широк, простите, не доезжает. Второй момент, за что я обожаю китайцев, они нихрена не понимают в кофе. У нас в комплекте отсутствует почему-то, кстати, тейпер. Хотя, вот тут место есть. Ну да ладно. Значит, у нас два рожка. И как вы думаете, наверное, любой нормальный человек, понимающий кофе, положит нормальный вот такой вот рожок и бездонник, да? Хрена там лысого! Зачем мне второй холдер? Можно было просто насадку положить одинарную, как они и делают. И вот в этом все китайцы. По сути, комплектация точно такая же, как на самой дешевой ITOP 3605. Но лучше внутрянка. И еще момент. Китаец, который мне отправлял в магазин ITOP Official Store, перепроверил эту кофеварку перед отправкой, прислал все мне. И потом долбанутик взял, закрыл обычным скотчем, который, как вы видите, оставляет следы. И это все придется отмывать. Гениальное решение. Маленький контейнер для воды, но это вызвано тем, что здесь у нас много места должно быть под бойлеры. И вот эта часть пришла опять разошедшаяся. То есть пришлось ее раскручивать, вставлять внутрь и закручивать. Вот так вот сделано. В принципе, я надеюсь, что кофе из него будет готовиться вкусно. Но опять же, такой момент. Машина 75 тысяч мне обошлась со скидкой. Без скидок данное чудо стоит 80 с чем-то. И у нас два бойлера полноценных. Но нету пит-контроля. И вообще, наверное, про завод Карима, тот он же Джамилай, мы выпустим отдельное видео. Потому что надо просто посидеть на сайте и, сидя на сайте, вам расписать определенные особенности данного сайта. Ибо у них есть много интересных моментов, когда машина собирается без понимания, что она должна делать. Еще у меня есть вопрос вот к этой ручке. Ну, то есть, где открытие, где закручивание. Ну, то есть, здесь, конечно, стрелочки есть, все понятно. Вот открываешь, вот закрываешь. Но, по ощущениям, что он открытый, что он закрытый, я не чувствую нормально хода. То есть, какая-то вот просто игрушка. И, честно скажу, даже на самой дешевой кофеварке вот это сделано лучше. Кнопочки физически с пружинкой, то есть, с отдачей. Вот такой вот манометр. Заметили, да, по манометру прикол? Еще раз. Манометр здесь шестибарный. То есть, вообще, по идее, этот манометр получается у нас якобы для пара. А где манометр для кофейного бойлера? Это вопрос. Надо будет проверять, как он будет работать. Может быть, он на кофейный бойлер ориентирован. Но тогда странные цифры. В общем, это надо уже включать и смотреть. Но, честно говоря, за 75 тысяч рублей вот первое мое впечатление я бы не купил.